Проект обновленной конституции Беларуси опубликуют до нового года. Референдум по ней планируется провести в 20-х числах февраля. Об этом заявил Александр Лукашенко во время интервью с Дмитрием Киселевым. Впереди белорусов ждут еще общественные обсуждения. МЧС предупреждает об опасности из-за непогоды. Беларусь накрыл циклон. Возможно отключение электроэнергии в населенных пунктах, а также затруднение движения транспорта. Увеличивается вероятность ДТП, повреждения или обрушения конструкции, кровель зданий, падение деревьев и риск получения травм. Местами на участках дорог сохранится гололедица. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. На БЛЖД запустят дополнительные поезда в предпраздничные дни. С 27 декабря по 9 января популярным направлением будут курсировать 67 дополнительных составов. В первую очередь они свяжут столицу с областными центрами, а также Пинском, Коммунарами и Оршей. Если спрос на дополнительные поезда у пассажиров сохранится, их количество увеличат. Нотариусы Беларуси 3 декабря будут консультировать бесплатно. В этом году республиканская благотворительная акция, приуроченная к празднованию Дня юриста, пройдет в онлайн-режиме. Участие в ней примут все нотариальные конторы и бюро страны. В преддверии новогодних праздников контроль цен особенно активизирован. Стоимость на социально значимые товары не должна быть завышена. Это касается как магазинов крупных ритейлеров, так и мелких. Как показывает анализ Могилевской области, почти каждый второй объект торговли имеет нарушение. Мониторинги проходят по всей стране.